Ого! Слухай, а тебе иначе 20? Новый год! Время подвести итоги, подумать, что сделал хорошего для мира и вспомнить о личных успехах. Предлагаю сделать это громко, так, чтобы за тысячи километров они услышали голос Красной площади. По моей команде на счет три. Раз, два, три! В 2022 году количество преступлений России против человечности достигли такого масштаба, что их уже сравнивают с преступлениями, которые нацисты совершали за пять лет Второй мировой войны. И вот год подходит к концу. За это время Россия вследствие своего терроризма и немотивированной агрессии против других стран опозорилась на фронте, оказалась в мировой изоляции и добилась рекордного падения экономики. Как же готовятся встретить уходящий год сами русские, за что будут поднимать бокалы и чему радоваться? Эксперты уверены, в Кремле позаботятся о том, чтобы новогодняя картинка настолько ослепила зрителя, что он забудет о том, что 2022-й стал для России годом небывалого позора. Под Новый год им продадут кучу всякой развлекаловки, им продадут кучу каких-то будущих побед, что вот-вот следующий год он будет решающий, мы всех победим. Главное, чтобы там алкоголь был на столе, главное, чтобы традиционно выступил Путин, поздравил их, уверил их в том, что все будет идти по плану, так, как он говорит обычно. Вот только все планы Кремля пригодны разве что для того, чтобы завернуть в них праздничную селедку. Во многих российских семьях в этом году недосчитаются не только прибавки к зарплате, но и мужчин в семье. Полная рюмка стоит на столе. С Новым годом, сынок! Как минимум более 105 тысяч семей в 2022 году в России потеряли кормильца. Еще больше трудоспособных российских мужчин стали калеками, и все из-за прихоти сумасшедшего старика в Кремле. При этом нищета в российской глубинке достигла такого уровня, что там семьи готовы платить даже такую цену. Там будут и дальше отправлять своих мужей и сыновей на фронт, но не за высокие идеи, о которых твердит лживая российская пропаганда. Просто это единственная возможность заработать копейку. Вот я хочу поехать сейчас на Украину, но меня не берут, а я хочу стать двухсотом. Я тебе объясню. Я тебе сейчас объясню. За двухсотого там где-то миллионов пять выплачивают родственникам. Это как раз хватит купить какую-нибудь ху**ую квартирку на окраине Москвы. Вот только выплатит ли Кремль обещанные компенсации за кормильца – большой вопрос. Ведь вследствие нефтяного эмбарго практически единственный поток денег в российскую казну превратится в 2023 году в слабенький ручеек. Однако об этом в Новый год большинство россиян думать не будут, говорят эксперты. Вот как раз тот клип, про который мы говорили, это и есть, ну пусть не все, но как минимум часть семей. Но они сядут за этот стол, они выпьют водки, съедят холодец и скажут, что ну сыночка потеряли, зато государство нам денежку выплатит. Ну то есть мне кажется, что люди, которые уже готовы были идти умирать непонятно за что. Ну то есть им же так и не объяснили. За родину там это все какие-то высокопарные фразы. Люди, которые уже готовы были и готовы сейчас идти умирать абсолютно за размытые эфемерные идеи, они не будут сильно задумываться о какой будет следующий год. Посмотрев выступление Путина, гражданин России с удовольствием выпьет дешевой водки, даже если этот стакан будет за упокой родного человека. Мне совершенно не жалко, совершенно не жалко. Те семьи, которые осознанно поддерживают войну, несут потери материальные, человеческие и прочее. Они, к сожалению, этого заслуживают. К сожалению, они этого заслуживают. Им ни оправдания, ни сочувствия быть не может. Ну, может быть, на человечество не можно посочувствовать, но посочувствовать то, что их идиотизм, так сказать, приобретенный или врожденный, я вообще не знаю, как отсутствие способности мыслить, привело к тому, что они действительно страдают, реально страдают. Но это чисто человеческое сочувствие, гуманное сочувствие, которое мы испытываем любому человеку, давая ему право на жизнь, на свободу, на прочее, на правильный выбор и прочее. Это не боли, это гуманная жалость, гуманитарная жалость, которую мы можем испытывать, это единственная. Потому что я все время говорю, вот все те, кто участвует в сегодня войне, кто ее организовал, да, это, понятно, преступники. А вот те, кто там погибает, даже пусть они там оболваны пропагандой, даже пусть они не понимают, даже пусть у них там две извилины от рождения, одна народовая травма, а другая от фуражки, которую они там носили, они будут прокляты, они уже прокляты Украиной, они будут прокляты потом Россией. Вот новые Россия, они будут прокляты. По крайней мере, они будут осуждены, и их будут стесняться, и их память они будут стараться стереть. Сила телевизора в России практически превратилась в патологию. Пропаганда на Раша ТВ настолько въелась в мозг российского зрителя, что он рад закусить свою водку в стакане, не бутербродом, на который нет денег, а очередной выдумкой про борьбу против мифических украинских сатанистов и прочей небылицы. И есть определенные, довольно-таки приличные части людей, охваченных безумием, охваченных синдромом великодержавного психоза, охвачены... Они идиоты, может быть, не клинически, но они себя в это превратили. Они дураки, идиоты, дебилы, как угодно. Я не стесняюсь этих слов. Мне какие-то там чудаки пишут, ты хочешь быть после этого политиком в России. Я говорю, нет, я в фашистской России не хочу быть политиком. Изменения за 20 лет при Путине в России произошли весьма существенные. Из зачатков демократического государства страна превратилась в замшилую диктатуру с явным нацистским настроем общества. Вот где Россия уже более 10 лет проявляет удивительную стабильность, так это в стагнации экономики. Ну или, как принято говорить на российском ТВ, в отрицательном росте. В начале 2000-х Путин нефтяными долларами купил себе право на бездействие и заявленные им в начале реформы официально отошли на второй план. До 2008 года цены на нефть по инерции обеспечивали стране относительный рост, но и тут Кремль умудрился наложать. Ведь вместо развития каких-нибудь полезных отраслей нагрузил экономику неэффективными госкорпорациями. Например, на создание Ростеха, Роснано и Росатома только в 2007-м получили более 600 миллиардов рублей. Позже, понадеявшись на газовую колонку и поток нефтедолларов, Путин решил потратить госбюджет не на что иное, как на воины, единственная цель которых – отвлечь внимание российского гражданина от полупустого холодильника к наполненному яркой картинкой телевизору. Вот только запланированный блицкрик против Украины не только открыл миру полную немощь российской армии, но и окончательно опустошил российскую казну. Ее остатки в 2023 году пойдут на личную охрану кремлевского карлика и на иранские дроны. При этом за прошедшие пресловутые 8 лет потребительская корзина России, то есть базовый набор товаров и услуг, который может себе позволить россиянин, не поменялась. Ее стоимость составляет около 10 тысяч рублей. Но телевизор в России уже давно дал фору холодильнику, говорят эксперты. Им по телевизору скажут следующее. Ваш стол может и стал беднее, но зато тут не маршируют гей-парады по улицам, и зато НАТО своим кованым сапогом не давит вам на горло. Вот скажите спасибо Владимиру Владимировичу Путину, что он вас от этого всего спас. Поэтому доедайте то, что у вас на столе, потому что вам скоро на работу работать, зарабатывать, и, точнее, платить налоги, на которые живет российская элита. Пока бояре пируют, холопы послушно тянут на себе ярмо. И все это под залиховатский марш пропагандистов, которые упорно убеждают российский народ, что все экономические тяготы – не результат бездарного управления, а цена за борьбу против всех, и, главное, яростный ответ НАТО. Хотя НАТО России никаких вопросов-то и не задавало, и вся идеологическая борьба российского народа сегодня – это нелепая схватка с ветряными мельницами, от которой страдают они сами. Посылы пропаганды, на мой взгляд, я могу ошибаться, будет такой, что мы ведем тяжелейшую смертельную схватку со всем мировым злом, которые ополчились на нас, чтобы отнять у нас наше богатство, отнять наше достоинство и прочее, прочее. И несмотря на гигантское вооружение Украины, втягивание туда всех стран НАТО, мы все равно не просто воюем, но еще и побеждаем, и держим удар, и мы обязательно выстрем и победим, потому что за нами правда. Вот это, я думаю, что будет ключевой посыл путинской шовинистической пропаганды, потому что другого сказать невозможно. Нет никаких там успехов. Наоборот, есть три контрнаступления удачные вооруженных сил Украины, которые показали, что российская армия, в общем-то, ничего такого из себя не представляет. Даже колоссальные военные потери и просчеты российской армии удачно ложатся на еще один принцип российской пропаганды – призыв страдать. Такова, мол, судьба российского народа – терпеть во имя непонятного и, главное, недоступного обычному российскому человеку высшего блага. Ключевая фраза, которую я слышу часто у корреспондентов, которые берут интервью у россиян на улице, она звучит так, ну, давайте обобщим, не жили хорошо, нечего ей начинать, да? То есть, ну, хоть так, хоть не умерли, хоть не замерзаем, как эта Европа бедненькая, как там люди-то вообще выживают. То есть, противопоставили жизнь россиянина, жизни европейца, хотя 99% россиян никогда своими глазами не видели, как живут европейцы. Им бы разок хотя бы посмотреть на то, как в Испании, в Италии, в Германии пенсионеры практически каждый вечер могут позволить себе ходить по ресторанам, как они одеваются, как они выглядят. Наверное, им бы, ну, как минимум, было бы интересно на это посмотреть. Но не скоро обычные россияне поедут гулять туристами по Европе. Ведь даже в Египет на этот Новый год малочисленный российский средний класс вряд ли полетит. По данным российских туроператоров, в предыдущие годы чуть более зажиточные россияне предпочитали встречать праздники под именно египетским солнышком. В 2021 году много заявок приходилось как раз на пиковые вылеты с 27 декабря по 3 января. Но в 2022 году даже те россияне, у которых денежная подушка оказалась потолще, вряд ли посетят Хургаду или Шарм. Причина все та же – агрессивная политика РФ на протяжении всего года. Ведь с декабря российским авиаперевозчикам Норвайнд и Айфлай перекрыли воздушный коридор на курорты Египта. Перелет мог бы осуществиться через Иорданию, но там потребовали у авиакомпаний предоставить страховочный сертификат, выданный в Великобритании. Но получить его невозможно, так как вследствие штрафных санкций небо над королевством для россиян теперь закрыто. Также воздушное пространство для российских перевозчиков закрыли ЕС, Турция, Саудовская Аравия и еще несколько ближневосточных стран. Сейчас российские авиалинии срочно ищут другие варианты. В любом случае, крюкообразный перелет получится не только на несколько часов длиннее, но и в разы дороже. По крайней мере, в этом году египтяне отдохнут от ежегодных пьяных плясок, мелких краш и драк, и оскорблений персонала, которыми славятся пьяные российские туристы. Многолетняя кремлевская пропаганда проехалась по мозгам большинства россиян тяжелой кувалдой. Несмотря на обнищание страны и бессмысленные смерти российских мужчин на нужной только Путину войне, российский телезритель все так же преданно будет смотреть в экран, слушая традиционное обращение президента. Эксперты объясняют, пропаганда Кремля направлена на глубинное подсознание человека и, как в страшном кино, фактически делает из вчерашних людей послушных зомби. Это инстинкты, физиологические инстинкты, к которым обращена пульская пропаганда, они затмевают даже другие физиологические потребности. Вот так устроено человеческое сознание, что человек готов терпеть лишения, страдания, какие-то испытания проходить ради непонятно чего. Вот что-то похожее происходит сейчас с частью населения России. Они пока еще во что-то верят, какие-то там идиотские идеалы, какие-то духовные скрепы. Им показывают этого Тимура Иванова, который там жирует, миллиарды швыряет там на свою жену, на свою жизнь, на свою семью и прочее. Ворули в армию, разворовывали, понятно, где он еще может деньги взять. Той же армии, они там покупают всякие броники, шлемы, отправляют своих каких-то мальчиков, превращая их в палачей и фашистов. Сев за новогодний стол с полной рюмкой дешевой водки, обычный россиянин не подумает о том, что кровь каждого убитого украинского мирного жителя и на его руках, независимо от того, поддерживал ли он партию войны или трусливо молчал. Эксперты подсчитали, за 9 месяцев по цивильным объектам суверенной Украины Кремль осуществил более 16 тысяч ракетных ударов. В результате массированных российских атак по мирным украинским городам погибли сотни тысяч людей. Город Мариуполь в отместку за стойкость против оккупантов россияне просто стерли с лица земли и только по предварительным расчетам убили более 20 тысяч местных жителей. То есть, лишь за два месяца оккупации рашисты убили вдвое больше людей, чем фашисты за два года оккупации этого города во время Второй мировой войны. Глубину позора российской армии подчеркнули атаки на железнодорожные станции Чаплина и Краматорска, где мирные жители ждали поезда, чтобы успеть вынужденно покинуть свои дома до прихода оккупантов. При атаке россиян на Чаплина погибло 25 мирных жителей, а в Краматорске 61 человек, включая 7 детей. Но это было только начало. Количество замученных, подвергнутых насилию и убитых мирных жителей в других оккупированных на то время украинских городах и селах следствие будет устанавливать еще долго. И несмотря на все это, украинцев, многие из которых лишились близких, чьи дома разрушены до фундамента, родные улицы детства сожжены, будущее есть. А россияне по-прежнему живут затхлым прошлым, говорят эксперты. Отличительная особенность украинцев и россиян, что россияне живут в большей мере даже прошлым. Не зря они рефлексируют по Советскому Союзу, хотят вернуться туда в эти старые добрые ламповые времена, а украинцы живут в будущем. Став щитом от современных нацистов, расистов, для всей Европы украинцы не только каждый день борются с оружием в руках за свое демократическое свободное будущее, но и доказывают вес своей страны на политической мировой арене. И те украинцы, которые смогут встретить Новый год за столом, и те, кто в этот день будут стоять с оружием в окопах на страже своей земли, загадают одно желание на всех. Победу над фашистской Россией. В том, что 2023 год станет для Украины победным, не сомневаются даже российские политологи. Я верю в то, что Украина при помощи коалиции западной справится с Россией, ну, давайте так, не с Россией, справится с Путинской оккупационной армией, с путинским режимом. Я думаю, что к концу года он будет одержан надеясь на это победа военная, будет Путин потерпеть полное военное поражение, территория Украины будет деоккупирована либо полностью, либо в значительной степени, будет заключен справедливый на условиях Украины мир или начнутся переговоры об этом мире. Но это будет началом краха путинского режима, который вызовет эффект домино через какое-то время по всем остальным диктатурам. То есть очищение в этом моем прогнозе, очищение мира от смрада диктатур, оно будет очень существенным. Это будет какой-то очередной этап победы, свободы и демократии, прав человека в мире. Можно много говорить, но я верю в 2023 год, что он станет переломным. В 2023 году, по прогнозам экспертов, мировое сообщество вплотную займется устройством нового порядка, при котором новое возрождение фашизма или расизма станет невозможным. А вот Россию в 2023 году ожидают только разруха, развал и разорение. А кроме того, потомки сегодняшних путинистов будут еще не одно десятилетие прятать глаза в пол и стыдиться произнести вслух. Я русский.